Радио Живой Израиль Спасибо, что выбрали нас Добрый день, дорогие друзья Мы сейчас на связи, прямой связи по скайпу У нас звонок из Вильнюса, насколько я понял правильно И на связи с нами Игорь Эпштейн Привет, Игорь Здравствуй, Саша Привет, мы сейчас в прямом эфире Это передача на Радио Живой Израиль И я сейчас, дорогие радиослушатели, беру интервью У старшего дома реабилитации в Вильнюсе Игоря Эпштейна Игорь, расскажи в двух словах Кто ты и чем ты занимаешься про себя, пожалуйста Ну, сейчас занимаюсь реабилитацией В городе Вильнюс Это столица Литвы Сейчас у нас где-то 15 человек на дому Есть один миссионер с города Одессы С Украины Сейчас он получает вид на жительство и сможет остаться на более длительное время Недавно приезжали с Израиля пару миссионеров Макс и Леша Проходили Также мы берем на реабилитацию и ребят с Эстонией Вот сейчас двое ребят с Эстонией находятся у нас на дому Ну, а все остальные в основном или с Литвы, или литовские поляки, или русские литовцы Вот Или коренные литовцы Которые говорят и понимают по-русски Вот Но, в принципе, наш дом – это дом живого Израиля Один из многих домов И вот так вот, Саша Я понял Я в двух словах напомню нашим радиослушателям Что мы представляем конгрегацию «Живой Израиль» Это мессианская христианская община Церковь, конгрегация находится на севере Израиля В Хайфе Ее центр Мы находимся здесь в монастыре в Хайфе на горе Кармель И конгрегация «Живой Израиль» Есть здесь движение реабилитации И мы занимаемся в основном помощью наркоманам, алкоголикам, бездомным, проституткам Людям в нужде И вот сейчас мы открыли новый дом в Вильнюсе и в Таллине И вот Игорь находится в Вильнюсе, старшем дома Это совершенно новый дом, который буквально недавно Сколько он времени? Как открылся, Игорь? С 8 августа открылся 2013 года То есть уже больше полгода примерно, да? Да, да, где-то так Окей, Игорь, и в двух словах вот о себе Например, ты из бывших, чем ты занимался раньше? Ну, я тоже когда-то употреблял тяжелые наркотики Героин, кокаин Начал еще в школе 15 лет прожил в Литве 13 лет в Германии И три года в Израиле Ну, так случилось, что 10 лет назад Мы уже измышли наркотики И Как-то еще учиться в университете А потом становилось все тяжелее и тяжелее Пополнив, что выхода нет И услышал, что есть вот такой вот реабилитационный центр в Израиле На тот момент я как раз уверовал Уверовал в Господа Иисуса Христа Но от зависимости никак не мог избавиться Как я не пытался Поэтому Узнав, что есть бесплатная реабилитация в Израиле Я сразу же купил билет и полетел на реабилитацию Ну, а потом уже, будучи в Литве Как-то встретил пару людей У которых не было возможности Уехать за границу Одного паспорта не было Другой человек не мог семью оставлять на долгое время И я понял, что нужен такой же дом Нужна такая же реабилитация для людей в Литве Чтобы они могли тоже приходить У кого нет возможности поехать за границу Чтобы могли получать спасение Уже там, на месте их жительства Сколько сейчас человек на доме, еще раз Ты говорил уже Ну, 17, а сейчас 15 15 человек, да И это все бывшие наркоманы и алкоголики в основном, правильно? Да, да У нас чисто мужской дом Ну, вот первая семья, которая появилась у нас Это Владимир со своей женой Генуте Вот, они недавно закончили школу в Хайфе И приехали сейчас на практику И помогают мне там Передавай большой привет И Генуте, и Володе Спасибо, обязательно А вот если... Так случилось, что у нас сейчас на дому Оказалось 10 служителей И только 5 человек на реабилитации Вот, очень такая интересная атмосфера Вот Что ты хотел спросить, Саша? Да, Игорь, такой вопрос Например, вот Если кто-то услышит нашу радиопередачу У которых есть родственники, знакомые Там, друзья У которых есть проблемы с наркоманами, алкоголиками И неважно, где они находятся В Литве, в Эстонии Или в Беларуси Или в Украине И они захотят приехать Они могут приехать, например К примеру, человек с Беларуси Может приехать на реабилитацию к вам в Вильнюс Попасть на дом Сколько это стоит И какая программа для него будет Предварительно договорившись Можно приехать к нам на дом В данный момент мы берем людей раз в месяц Каждого 15-го числа То есть те, кто звонят, договариваются Потом могут прийти И реабилитация у нас бесплатная И, конечно же, мы можем любого человека принять Кто нуждается в помощи Сколько времени реабилитация проходит? Реабилитация проходит от 6 до 9 месяцев От 6 до 9 месяцев? Да Если есть девушки, желающие попасть на реабилитацию То они могут поехать в Таллин Потому что там есть реабилитация для женщин У нас на дому пока нет такой возможности Понятно Но с других республик, с других стран Вы можете, в принципе, принимать людей на реабилитацию, да? Да, да Это без проблем Ну, отлично Ну, и в заключении Может быть, два слова для наших радиослушателей Что ты можешь пожелать? Я могу пожелать только тем, кто еще не уверовал Уверовать в Иисуса Христа и получить вечную жизнь А тем, кто уже уверовал Оставаться верным ему и идти до конца за ним Спасибо большое, Игорь Я напоминаю радиослушателям, что с нами был на связи по скайпу Игорь Эпштейн из Вильнюса Старший дома реабилитации в Вильнюсе Конгрегации Живой Израиль Спасибо большое, Игорь, за твое участие Спасибо, Саша Всего доброго До свидания, Игорь До свидания На связи Субтитры подогнал «Симон»